Духовно-просветительский центр храма Тихоинской иконы Божьей Матери в городе Сестрорецке является местом, где пульсирует актуальная общественная мысль, где не только внимательно следят за событиями современной истории, но и во многом ее формируют. Здесь можно встретить незаурядных людей нашего времени и с первых уст услышать подробности событий, которые не оставили равнодушно российскую общественность и которые имеют важнейшее значение для будущего нашей Родины. С именем нашего сегодняшнего гостя связаны многие события православной жизни современной России. В широкой общественности он известен как человек, на протяжении нескольких лет сопровождающий чудотворную икону царя Николая II, икону, которая побывала во многих городах страны и которая принесла радость, исцеление, откровение многим и многим нашим соотечественникам в России и за рубежом. В пасхальную ночь 2017 года в казачьем храме Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка произошло встретение чудотворной иконы царя Николая II и конвойской иконы царского конвоя памяти, а почетным гостем конвоя стал начальник войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков. Первообраз иконы был написан в Соединенных Штатах в Русской Калифорнии по заказу основательницы общества почитателей русского дворянства и Дмитриевны Дашмитта. Она в 1996 году получила наследство и решила употребить вот эту сумму на благотворительные цели такие церковные. Вот. И ей, значит, приснился до сон, что она должна написать икону царя, и вот эта икона, как бы, ну вот, ей она была показана во сне, как она должна выглядеть. Она нашла иконописца Павла Тихомирова. Он ее написал, а внизу, как вот он, значит, да сказал, значит, да рука сама вывела овал и написал, что сия святая икона написана к прославлению царя-мученика в России. Из иконы было сделано 44 тысяч литографий, большая часть из которых была доставлена, ну да, в Россию, для благотворительного распространения среди верующих. Вот. И здесь. И в 98-м году вот в Свято-Никольской богодельне города Рязани вот эта вот икона, оформленная вот в простой деревянный киот, была подарена московскому врачу-хирургу Олегу Ивановичу Бельщину. Я принес эту икону 6 сентября 98-го года в Средницкий монастырь. Был водосвятный молебен. Вдруг я услышал, как хор пропел тропарь царю-мученику. И в это время от иконы стало исходить благоухание. Три старца. Отец Николай да Гурьянов, вот, архимандрит Кирилл да Павлов и отец да Рафаил Берестов. У них вот у каждого поддельность вот говорят, вот что делать, вот икона миротворческая, как быть. Они, каждой вот поддельности, значит, я сказал, что икону нужно возить по храмам и монастырям туда, куда будут ее, значит, принимать. И вот ее стали, значит, довозить вот это. Ну, невозможно было отойти от этой иконы. Буквально до пяти часов я там находилась. Сначала я просто не могла от нее отойти, я просто к ней прикладывалась. Это действительно была встреча с государем, встреча с Богом. Петербургский журналист Елена Югина на протяжении 20 лет была сотрудником информационного агентства «Тартас». Узнав о чуде мироточения бумажной иконы царя-страстотерпца Николая II, она отправилась в Москву, чтобы поклониться образу и подготовить для публикации статью об этом чуде. Елена Львовна стала тем самым журналистом, благодаря которому зимой 1999 года весь мир узнал о чуде мироточения царской иконы, иконы, которая внесла свою лепту в дело прославления во святых царя Николая и всей царской семьи. В первый день этот материал не прошел. И во второй день мне пришлось идти к главному редактору ТАСС, беседовать с ним. И решающий аргумент был о том, что вот эта подготовка к прославлению государя в России, давайте все-таки дадим такой материал, он очень важен. И он согласился, в конце концов, завизировал этот материал, и он прошел очень широко по всему миру. Не 13-го, не 14-го, а именно 15-го. Января – это день памяти преподобного Серафима Саровского. Сбылось предсказание преподобного государя, который меня прославит, того и я прославлю. И от нее совершались немало чудес, и чудеса вот эти фиксировались. И это шло вот в комиссию по канонизации святых, вот, при Московской патриархии. И вот этот образ, он сыграл немаловажную роль тоже в канонизации царской семьи. Отношение к последнему коронованному царю России Николаю II сегодня является едва ли не индикатором реального патриотизма. Четверть века постсоветских либеральных реформ завершают дело разрушения души русского человека, начатое за 70 лет до того большевиками-террористами. Нашему современнику приходится с трудом извлекать из-под завалов лживого хлама «Крупицы правды о царе Николае». Сейчас увеличивается вот это все. То было 10% за монархию, теперь уже 30%. А дальше больше. Люди-то просто не знают о царе Николае II, что, значит, договорили, что либо Николай да кровавый, либо слабый царь. Ну, разве может быть слабый царь кровавым? Вот это уже нонсенс. Население за 23 года его, но до правления, выросло на 55 миллионов человек. Вот часто падает демография. И опять вот этот миф об отставой России, все вот эти сталинские достройки, там, Днепрогресс, строительство заводов, вот это, все бывшие... Правительство, директор. Да. Они были бы осуществлены без труда, там, миллионов зэков, там, гулагов и так далее. И вот это так далее. Гуманно и цивилизованно. Вот это, но, к сожалению, это не произошло, потому что, значит, до смута народ заразился вот этим марксизмом и вот этими утопическими идеями. И профессура, и даже духовенство, вот, и великие князья, плюс опять спиритизм, оккультизм и грехи правящего, значит, до слоя. И вот святой Иоанн Докронштадтский в своих допроповедях, то он неоднократно говорил, что, если, значит, до русских людей не опомнятся и не покаются, вот, то тогда Бог отнимет богочестивого до царя и пошлет бить в лице нечестивых и гордых доправителей, которые зальют всю землю до крови. Что и произошло. Царская семья, она знала свой крестный путь, она к нему готовилась. И даже, вот знаете, ну вот, когда арестовали, семью лишили свободы, то слабый, в кавычках, до царя Николай II, он не писал унизительных писем новым, значит, доправителям. Пожалейте мальчика Алексея, выпустите его, пожалейте девочек. Не стал унижаться. Вот эта семья знала свой крестный путь, и они пошли на Голгофу, да все. Мы знаем, значит, до пророчества тоже, очень до много русских, но до святых. И Серафима Саровского, и монаха Авеля, и Феофана Павтавского, и очень-очень-очень до многих, до святых. О том, что, значит, в России по воле народа будет восстановлена православная самодержавная довласть, и царь будет от Бога. И это будет чудо Божие, начиная с 98-го. Она посетила, ну, где-то порядка более 50 епархий дорусской церкви, и Западная Европа, Греция, Афон, и Сербия, и Черногория, ближние зарубежья. Судотворный образ царамучника Николая II привезли у столицу. Выява опошника российского императора была написана у США 18 годов тому. Образ, який лечить раковые захворывания, буду и святы, не угоять людские души. Судотворная выява цара Николая II у центра столицы знову доступна белорусам для молитвы, покаяния и просьбам. Она неоднократно бывала на Украине, и там местные священники ночью, она, значит, в храме находилась, они взяли, разобрали ее, отвинтили, искали потайные устройства. Но были очень озадачены, когда ничего не нашли, потому что это бумага, наклеенная на ДВП. Начинается молебен, идет поверх стекла, начинает там течь. Из Москвы ехали на машине сюда, в Петербург. Как раз в царские дни, 400-летие дома до Романовых. И вот при подъезде к станции Мясной Бору, по дороге М-10, вот такой скачок резкий аромата от иконы. А Мясной Бор, вот это место боев, там сколько, десятки тысяч солдат уважили. И здесь вот тоже тогда приехали в начале июля в Петербург, в государе Феодоровский собор в Царском селе. Вот только с машины, да, вышли, вот это, раз, икона из-за чехла вынимается, и струя мира пошла, вот, значит, до слева, прямо, вот, ну, такая с палец, вот, такая струя потекла. Вот. В этот вот, в Екатеринбург, да, приехали, вот, значит, в храм на крови, вот, занесли вот это, вот, только вот занесли струя мира, тоже, значит, до спали, уже по правой стороне. То есть вот Альфа и Омега. Наверное, самым громким событием, которое сделало чудотворную икону, известной даже для светской общественности, стала общенародная акция «Бессмертный погляд», когда в День Победы колонна из тысяч портретов страстотерпцев, участников Великой Отечественной войны, вела икона страстотерпца государя Николая II. Тогда чудотворную икону царя пронесла по улицам Симферополя генеральный прокурор Крыма Наталья Владимировна Поклонская. Один из ветеранов войны, которого она посещала в больнице, рассказал случай на фронте, когда ему в трудной боевой ситуации явился в видении царь Николай и помог ему спастись. По просьбе ветеранов шеренги бессмертного полка с иконой царя страстотерпца Николая II прошла Наталья Поклонская. Икона, подаренная сегодня от казачества православного государя Николая Александровича Цесаревича. Алексей держит в руке Цесаревич державную икону Пресвятой Богородицы. Вот чудотворная икона государя, с которой я ходила 9 мая на День Победы в бессмертном полку. Вот именно эта чудотворная икона, которая очень многих людей и исцеляет, и делает чудеса. И когда идет литургия, либо служба, можно обратить внимание, на стеклышках стекает мира и благоухает. Запах идет от иконы благоухания. Либеральные СМИ ей пытаются создать образ некой православной шизофренички, повернутой на православие, на царе Николая, на Матильде, на пресвалутом фильме. Мы-то знаем по-конскому и с другой стороны. Я бы ее сравнил с Маргарет Тэтчер. У нее очень жесткий характер. Она отличный специалист и юрист. И няш-мяш, этот образ, который там, экспортный вариант, он не соответствует на самом деле. С сегодняшнего дня прокуратура Автономной Республики Крым работает в полном объеме в интересах народа Крыма, защищает его интересы, законные интересы, и предоставленные Конституцией, основным законом государства, права. Для этого я сегодня была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым, чем благодарна Совету Министра Автономной Республики Крым. И буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины. И прокуратура будет отстаивать интересы и права только народа. У меня все. Она ввела и довела до конца дело организованной преступной группировки, значит, дабы этих вот, аборшмаков. Скоро. Да. И за это она тоже и пострадала, на нее было устроено нападение, вот, избили ее, вот это. Но, тем не менее, она очень принципиальный человек, вот это здесь. Она хороший специалист, юрист, вот этот очень такой толковый, вот этот искренний человек, вот это она верующая, православная, вот, почитает, вот, императорскую семью царя Николая II. Были вот в 16-м в Екатеринбурге на царских доднях, вот это, и шли крестным ходом, там, 24 километра, вот, от храма на Крови до монастыря, вот, на Ганиной Яме. Она выдержала вот этот путь. Вот посмотрите, сколько людей. Каждым годом количество людей увеличивается на несколько тысяч, десяток тысяч. Около ста тысяч людей будет принимать участие в крестном ходе. Это та любовь, о которой говорил государь, когда передавал свои слова своей старшей дочери Ольге Николаевне. Отец просил передать всем тем, кто остался ему предан, чтобы никто не мстил за него, потому что он всех простил. И что то зло, которое сегодня будет только увеличиваться, ну, не зло победит зло, а только любовь. Вот такая любовь, вот такая, которую мы сегодня наблюдаем все. Это река людей. Это любовь, которую не сыграют актеры. Это любовь, которую невозможно фальсифицировать, которую невозможно поставить замечательной актерской работой, срежиссировать. Это любовь, которая живет в душах, в сердцах. Любовь к нашему святому государю, к нашей Родине. Последние пять лет мы возим чудотворно мироточивую икону царя Николая II, которая сегодня была на богослужении здесь. И последние годы три мы начали ставить еще памятники по России. Памятники, значит, до русским, до святым, вот как вот Серафим Досоровский. И царские памятники, вот памятники вот императору Николаю II. Вот. И один вот такой памятник, он был в прошлом году нами отправлен в Нью-Йорк, в дар архиерейскому синоду русской, ну, до православной церкви за границей. Потому что в прошлом году, в ноябре 2016 года, исполнилось 35 лет со дня канонизации царской семьи, значит, до русской и зарубежной церкви. Вот. Также вот мы поставили, значит, в Тамбове в прошлом году, 16 мая, вот у кафедрального собора поставили вот бюст императора Николая II. Как раз вот митрополит Тамбовский Феодосий освящал. Народу много было. Сейчас вот отрадно вот наблюдать, когда, ну, бывает, что там вот это, и вот эти старушки собираются, и Акафист, но да царю, да, считают. А молодожены, вот это там, вот, молодожены возлагают да цветы к этому. И вот за короткий такой период, вот этот, значит, памятник стал одним, ну, вот, из, одной из достопримечательностей города Тамбова. Вот в Дивостоке, ну, да, в Крыму, вот, в часовне в честь царской семьи, которая при прокуратуре до Крыма, вот там совместно с Натальей Допоконской. Ну, и ряд памятников вот здесь по России тоже вот это воссоединение церкви. Это памятник, вот, патриарху Алексию Довторому и митрополиту Лауру, вот, до главе, до Русской Зарубежной Церкви. Вот два памятника уже, значит, стоят. Это первый был поставлен в Курской области, в Курской коренной пустыне. Второй был поставлен в Нью-Джерси на территории, значит, до Русской Зарубежной Церкви. Вот, а третий памятник, вот сейчас вот святейший патриарх Кирилл дал свое, ну, да, богословление, вот, и памятник будет поставлен у храма Христа Спасителя. Вот, он изготовлен, да, в Москве, вот этот вот бывший Клыковской, значит, до мастерской, арт-проект. В 99-м году, по богословлению патриарха Алексия Довторого, был осуществлен крестный перелет по периметру до границ бывшей Российской империи. Самолет, вот, тогда Ио-76, да, вот, нынешний министр обороны, значит, до Шойгу, будучи, вот, главой МЧС, вот, и там были священники на борту. Ну, когда, вот, летел, да, самолет с иконами, там, вот, литургия дослужилась, вот, читали Акафисты, облетели тогда, вот, и в 99-м, значит, до году, вот, это, и, вот, приходит к власти новый, да, президент. Цены на нефть начинают подниматься, вот, это, значит, после этого нефтяносные дорайоны, вот, где сейчас вот нефть добывается, это были земли из кабинета его, значит, до величества, то есть это царские земли были, его личные земли. И все же оболганный и убитый царь Николай продолжает оставаться царем своего народа. Живые побеги правды взламывают окаменелые пласты лжи, радуют глаз свежей зеленью. Святой мир, а обильно истекающий из листа бумаги, на которую печатная машина нанесла изображение святого государя, побеждает затлость прошлого. Русские люди, из которых божьим чудом еще не вытравлен русский дух, продолжают любить и почитать царя и его святую семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова